Что делать, если на вас напала собака? Вы наслаждаетесь утренней пробежкой в парке, как вдруг к вам подбегает бродячая собака с явным намерением напасть. Что нужно делать в такой ситуации? Стоит ли пытаться убежать или лучше вступить в драку? А может просто кинуть барбосу печеньку? Вот наиболее действенные советы экспертов о том, как избежать нападения собаки и что делать, если оно все-таки произошло. Кто входит в группу риска? Бегуны, велосипедисты и другие быстро движущиеся люди чаще всего подвергаются нападению. Дело в том, что собаки реагируют на движение, в них просыпается инстинкт погони. Кроме того, собаки считают некоторые места своей собственностью. Если вы нечаянно вторгнетесь на их территорию, они могут попытаться защитить ее. Так что же делать, если вы видите, что собака готова атаковать? Часть первая. Как избежать нападения? Не паникуйте. Многие люди твердо верят, что собаки и некоторые другие животные могут чувствовать человеческий страх. Ну, это не совсем так. Просто собаки становятся увереннее, когда видят, что их жертва напугана. Так что, как бы это ни было трудно, старайтесь не паниковать. Если собака увидит, что вы ее не боитесь, она может решить, что нападать на вас себе дороже. Не стоит лишать ее этой иллюзии. Не пытайтесь убежать. Во-первых, запомните, большинство пород собак бегают быстрее людей. Примите этот факт как данность. У вас нет никаких шансов сделать ноги. Во-вторых, вам нужно знать, что бегство пробудит в собаке инстинкт преследователя. Вы сами создадите себе проблему. А ведь сперва пес мог и не быть таким уж агрессивным. Остановитесь. Если собака начала угрожать вам во время пробежки, перейдите на шаг, а затем полностью остановитесь. Скорее всего, собака восприняла ваш быстрый бег как угрозу. Кто-то должен разобраться с этой угрозой. Или вы, или собака. Поверьте, лучше выбрать первый вариант. Итак, если перестать двигаться, то есть шанс, что собака потеряет интерес и уйдет. И еще один совет. Лучше стоять к собаке боком. В этом случае вы будете казаться тоньше, а значит вызовете у животного меньше агрессии. Не смотрите собаке в глаза. Встреча взглядами может сделать собаку более агрессивной и спровоцировать атаку. Лучше всего держать барбоса в поле зрения, но не смотреть ему в глаза. Это будет сигналом, что вы не опасны и вас можно оставить в покое. Сожмите кулаки. Нет, не для драки. Сжать кулаки необходимо, чтобы вам не откусили пальцы. Даже если собака вцепится в ваш кулак, его будет намного легче вырвать из пасти. Отвлеките собаку другим предметом. Если у вас есть что-то в руках, бросьте этот предмет в сторону от себя. Здесь подойдет все, что угодно. Бутылка воды, сумка и так далее. Если же кинуть нечего, сделайте вид, что вы берете что-то с земли и бросаете далеко от себя. В конце концов, собаки ведь очень любят играть. Может, эта зубастая псина просто истосковалась по людскому вниманию? Ну а если серьезно, то отвлекая собаку, вы получаете шанс тихонько скрыться. Если собака продолжает угрожать, у вас нет другого выбора, кроме как ответить тем же. Скажите ей твердым голосом «фу» или «назад». Старайтесь говорить уверенно и властно. Если ваши слова прозвучат как детский лепет, что вполне понятно в такой ситуации, собака это отметит, и вы окажетесь в еще большей опасности. Но что делать, если нападения избежать не удалось? Часть 2. Как защитить себя? Дайте отпор. Если решить дело миром не удалось и собака начала кусаться, вам нужно сделать все, чтобы защитить себя. Попробуйте ударить собаку в нос, в горло или в затылок. Хороший удар может дать вам время, чтобы убежать. Зовите на помощь. Собаки могут убить, вы должны понимать это. Так что нечего стесняться звать на помощь. Возможно, кто-то услышит вас и поможет отбиться от животного. Берегите лицо и шею. Во что бы то ни стало, не давайте собаке добраться до жизненно важных точек, таких как ваша шея и лицо. Если это произойдет, вы уже не сможете защищаться. Постарайтесь поместить что-то между собой и животным. Хм, например, проходящего мимо почтальона. На худой конец ваша рука тоже подойдет. Используйте свой вес, чтобы прижать собаку к земле. У вашего противника только одно оружие – зубастая пасть. Держитесь от нее подальше. Обезопасьте себя от укусов, и вы выиграете бой. Главное – обездвижить голову собаки. Это можно сделать, надавив на ее шею. Предположим, вы смогли показать собаке, кто здесь главный. Она испугалась и убежала. Что нужно делать дальше? Часть третья. После нападения. Обратитесь к врачу. Даже самая маленькая рана может стать открытой дверью для инфекции. Промойте укусы водой и наложите бинты, чтобы остановить кровотечение. Непременно сходите к врачу, даже если это кажется лишним. Собака могла быть бешеной, так что без уколов не обойтись. Сообщите о собаке. Позвоните в полицию и сообщите о нападении. Постарайтесь как можно подробнее описать собаку и ее поведение. Эта информация может спасти чью-то жизнь. А у вас были встречи с агрессивными собаками? Напишите нам в комментариях. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть они узнают, как обезопасить себя. Если вы на нашем канале впервые, нажмите кнопку подписаться. У нас для вас еще масса интересного.